Сегодня в Екатеринбурге на сортировке в проходном переулке на территории уж 4 года как не функционирующего вин-шампан-комбината областной руководитель федерального партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев совместно с полицейскими и представителями Росалкогольрегулирования, лаконично РАР, хлопнули подпольный склад со 135 тысячами фунферей, на котором затаривался спиртягой среди прочих первоуральский фейковый алкоборец, а по словам его бывших коллег алкоторговец Максим Ездаков, о котором на этой неделе мы много рассказывали. И в этой телепередаче вас поджидает очередная сага про этого двуликого человека. Именно благодаря нашим репортажам о теледебатах «Шеремет Чукреев-бульдозер против Ездакова-Крыловой» ну и конечно благодаря самим дебатам, люди, которых Ездаков в разное время кинул или как-то обидел, массово ломанулись в «Народный контроль» к Дмитрию Чукрееву и стали сливать ведрами компру на Ездакова. Так вот вчера один из бывших соратников Максима Ездакова сообщил, что когда он работал с Ездаковым, тот закупал фунфури на винт-шампан-комбинате, который сейчас сдает помещение в аренду. И экс-соратник не обманул. На склад винт-шампаня Дмитрий Чукреев забрался вот прям как разведчик и обнаружил 135 тысяч запретных фунфарей и с этиловым 95-процентным спиртом, и со спиртовой настойкой «Витасепт», и были даже коробки со спиртовым фитопрепаратом «Лимонавит-Е». Это была крупнейшая партия фунфарей, к ликвидации которой был причастен Дмитрий Чукреев. Он сразу же вызвал на место городских абэповцев и представителей «РАР». Выяснилось, что принадлежит запретное пойло ООО «Медснаб-Урал». Его представительница ближе к вечеру подтянулась на склад, сообщила, что этот спирт предназначен вообще-то для дезинфекции лапок, кошечек и собачек. Но представители «РАР» приняли решение запретный плод конфисковать и передать «Росспиртпрому». Полиция пока что решает вопрос о возбуждении дела по 171 УК, незаконное предпринимательство. Ну а Максим Ездаков, получается, лишился канала поставки фунфарей. Возможно, на какое-то время это остановит его алкопоступ по просторам Среднего Урала.